Оказывается, актёров, исполняющих ведущие роли в экранизации The Last of Us от HBO, попросили не играть в творение Naughty Dog. Актриса Белла Рамзи говорит, что уже на первом прослушивании продюсеры задавали вопрос, играли вы в The Last of Us или нет. И если не играли, то это плюс, а не минус, тогда у вас точно больше шансов получить роль. Рамзи как раз и сказала, что не играла. «Вот и не играй дальше», — ответило ей начальство. Педро Паскаль, играющий Джоэла, тоже существенного представления об оригинале не имеет — он только мельком видел, как The Last of Us проходил его племянник. Белла Рамзи, в свою очередь, глянула пару трейлеров на ютубе, чтобы хоть примерно представлять, что именно они экранизируют. Причины такого подхода актриса не знает, но можно предположить, что продюсеры желают, чтобы Элли с Джоэлом в их фильме не пытались быть на кого-то похожими, поскольку это может негативно отразиться на качестве исполнения. Но можно ли тогда это назвать полноценной экранизацией игры? Вопрос. Всем привет, это GSTV. Сегодня среда, 12 октября 2022 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Bethesda в честь Всемирной недели космоса решила отгрузить пачку симпатичных артов, нарисованных в ходе разработки Starfield. На первом мы видим служебного робота Васко — он станет нашим компаньоном, подобно Коцворту из Fallout 4. Скорее всего, этот очаровательный дроид станет самым популярным персонажем игры. На втором постере мы видим космический корабль изнутри — как-то так, по версии Starfield, ощущается жизнь в космосе. Цветовая гамма и стиль рисовки напоминают советские плакаты, и скорее всего это сделано специально. Bethesda, видимо, будет нередко напоминать про СССР и его вклад в мировую космическую программу. В одном из показанных роликов, например, можно было обнаружить портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, а также миниатюрную копию космического аппарата «Восток», на котором Гагарин впервые вышел в космос. Здесь нам показывают Новую Атлантиду — это главный город объединённых колоний самой могущественной фракции в игре. Новая Атлантида олицетворяет представления разработчиков о городе будущего — мегаполисе, населённом представителями разных рас, конфессий и убеждений. На 4 марте мы видим первую посадку на какой-то далёкой планете. Напомним, что в Старфилд будет больше тысячи планет, и на каждую можно высадиться, чтобы построить базу, добыть ресурсы и просто изучить местное окружение. И, наконец, последнее изображение — это логотип фракции «Созвездие», в которой состоит главный герой. До этого мы видели лишь её эмблему, составляющую небольшой кусочек от логотипа. Организация эта весьма демократична — по ходу прохождения можно будет вступать и в другие фракции. «Созвездие» не настаивает на эксклюзивности. Создать свою игру, которую потом будут ждать тысячи геймеров, вы можете и сами. С курсом «Разработчик игр на Unity Pro от школы Skill Factory» вы получите практические знания, которые позволят вам начать полноценную карьеру в игровой индустрии. Движок Unity особенно востребован, а возможности, которые он предлагает, по-настоящему огромны. Именно на нём сделан мультяшный платформер Cuphead, партийная ролевая игра Pillars of Eternity, карточная онлайн-игра Hearthstone Heroes of Warcraft и, например, невероятно популярная MMORPG Genshin Impact. То есть движок востребован как у инди-разработчиков, так и у крупных корпораций. Средняя зарплата разработчика игр на Unity только в России выше 130 тысяч рублей. Курс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже работает в индустрии, но хочет получить комплексное понимание, как построить игру с нуля. По окончанию обучения у вас будет шесть игр для вашего портфолио — трёхмерный космический платформер с элементами шутера, гонки, защита башни, многопользовательские танки и шутер от первого лица в sci-fi-стилистике. После обучения у вас будут знания и навыки уровня мидл-разработчика на Unity, а карьерный центр поможет найти работу как в России, так и за рубежом. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на курс, а по промокоду GSTV вы получите скидку в 45% на обучение. Пора становиться востребованным специалистом в IT-индустрии. Помимо того, чтобы радовать нас всякими обновлениями по Старфилду, Bethesda не устает и перевыпускать Skyrim. Бессмертная пятая Elder Scrolls в рамках юбилейного издания, вышедшего на остальных платформах год назад, отгружена на Nintendo Switch. Ценник непременно кусается — 70 долларов. Столько обычно стоят полностью новые крупные релизы. Ну оно и ладно бы, но работает игра как-то до безобразия плохо. Может, часто вылетать, выдаёт низкую частоту кадров, особенно в городах. Она может висеть на удручающих 20 фпс, мешая получать удовольствие от прохождения. Надо заметить, что это уже второй раз, когда Skyrim выходит на Switch. Впервые творение Bethesda посетило консоли в 2017 году, и самое забавное, что та версия работает в целом нормально. В общем, тот самый случай, когда купил одну и ту же игру второй раз, отдал за неё максимальный ценник, а играть всё равно будешь в старую версию пятилетней давности. Ровно до тех пор, пока не купишь Skyrim в третий раз, глядя на гипнотизирующий и вызывающий стойкое доверие, пронизывающий взгляд Тодда Говарда. Много лет назад Голливуд попытался перенести Марио и Луиджи на большой экран, и это была одна из самых провальных затей американского кинематографа. Но времена меняются. Вторая попытка на ваших экранах. Выглядит она, нельзя не признать, куда привлекательнее своего собрата из 90-х. Nintendo свой свежий директ целиком посвятила мультфильму студии Illumination. Сначала публику поприветствовали его авторы во главе с создателем оригинальных игр Сигеру Миямото, а потом состоялась и премьера дебютного трейлера. К счастью для фанатов, кошмара уровня первого тизера Соника в кино удалось избежать. В ролике армия Боузера в исполнении Джека Блэка разнесла в пух и прах царство пингвинов и захватила волшебную звезду, после чего Марио, голос которому подарил Крис Пратт, очутился в грибном королевстве. Несмотря на всеобщий скепсис, трейлеру удалось покорить аудиторию. Особенно тепло народ воспринял Блэка в роли короля Купа, а вот Пратта в образе водопроводчика скорее раскритиковали, потому что все реплики итальянца он проговорил своим обычным голосом. Впрочем, у актёра ещё есть время исправиться в глазах фанатов. Премьера The Super Mario Bros. Movie состоится 7 апреля, ещё многое можно переозвучить и подправить. Инсайды и слухи о новых частях Silent Hill регулярно появлялись на протяжении последних двух лет, в сеть даже успела просочиться секретная документация, в которой были упоминания всех новых игр серии, которые находятся в разработке. Konami никак не комментировала заявления информаторов и утечки, а вот режиссёр следующего фильма по мотивам всё-таки проговорился в одном из интервью. Кристофер Ганс в разговоре с французским порталом Mag заявил, «Я работаю с Silent Team, создателями оригинала из Konami, и у них в разработке находится несколько игр. Там не одна команда. Они намерены возродить франшизу». Как мне кажется, студия впечатлена и мотивирована успехом ремейков Resident Evil, и я с ними полностью согласен, это исключительные игры. Ганс добавил, что не знаком со всеми студиями-разработчиками новых частей Silent Hill, но, по его словам, над прямым продолжением франшизы трудятся авторы первых двух игр серии. Официально Konami ещё ничего не анонсировала. Mortal Kombat исполнилось 30 лет. В честь этого создатель и идейный вдохновитель серии Эд Бун рассказал, как в первой игре франшизы появились фаталити. Кравовые добивания собирались реализовать только для Шан Цунга, последнего босса первой части. Но затем появилась идея предоставить такую возможность игрокам, чтобы они сами решали, стоит ли завершить бой зрелищным убийством. У Шан Цунга был такой приём. Когда он побеждал вас, он доставал большой меч и отрубал вам голову. Это должен был совершать только босс. Но однажды, просто дурачась, мы заставили Джонни Кейджа пригнуться и ударить парня апперкотом. А потом мы использовали анимацию головы из фаталити Шан Цунга. По словам создателя Mortal Kombat, идея оказала большое влияние на коллектив. Одни разработчики считали, что добивание обязательно нужно внедрить в игру, а другие выступали против. Для Буна был достаточен сам факт того, что эта тема вызвала в студии бурную реакцию. Значит, идея уже достойна того, чтобы её реализовать. А в итоге получилось так, что элемент, который изначально даже не планировался, стал главной фишкой франшизы, без которой та могла бы и не стрельнуть. Индустрия знает немало громких, порой необъяснимых провалов. Однако даже на их фоне «Короткая жизнь» и «Быстрая смерть Babylon's Fall» неприятно удивила публику. В сентябре Square Enix объявила, что в связи с финансовым провалом закрывает игру-сервис студии Platinum Games. Издатель изъял её из продажи и пообещал отключить сервера в феврале. И вот месяц спустя неприятную новость решил прокомментировать глава Platinum. А ЦСИ Инаба извинился перед всеми фанатами компании за такую неудачу. Он уверяет, что команда не хотела разочаровывать публику. Она жаждет дарить поклонникам радость, а не горечь. Тем не менее, студия вовсе не планирует отказываться от других подобных проектов. По словам Инабы, команда извлекла необходимые уроки и в будущем продолжит делать игры-сервисы. Кроме того, он намекнул, что часть вины лежит на Square Enix, правда, непонятно в чём именно. Уже 28 октября Platinum Games выпустит своё новое детище — слэшер Bayonetta 3. Это эксклюзив Nintendo Switch, который, вероятно, станет одним из самых популярных релизов на консоли за этот год. И если вы не желаете пропустить новые приключения одной из самых эффектных игровых героинь, то приобрести новинку мы рекомендуем в магазине videoigr.net. Ссылку оставили в описании — там всегда лучшие цены и самая быстрая доставка. Ютубер Мэттью Джадж прошёл GTA V максимально пацифистски. То есть стремясь использовать оружие и напрямую совершать убийства по минимуму, делая исключение только для тех случаев, когда без этого невозможно продвинуться дальше по сюжету. На такое необычное прохождение у него ушло три года. GTA V — такая игра, где никого не убивать нереально, но если есть спутник, который может перебить врагов вместо нас — пусть берёт грех на собственную душу. Если можно кого-то вырубить в кулачном бою вместо применения дробовика — хотя бы так. Представим, что противник просто потерял сознание. В итоге от рук ютубера на тот свет отправилось 99 виртуальных полванчиков. Это, видимо, лучший результат, которого можно достичь, если желаешь при любой возможности держать свои руки в чистоте. В свежем номере журнала Edge Гленн Скофилд, глава Striking Distance, заявил, что прохождение его новейшего творения The Calista Protocol займёт порядка 12-14 часов. Однако самая интересная деталь, мелькнувшая в интервью — это так называемые бета-пути. Необычные маршруты для тех, кто любит досконально исследовать локации. По словам Скофилда, они добавят хоррору реиграбельности. А ещё они чертовски круты. Warner решила немного усложнить жизнь покупателям своих игр — в Gotham Knights будет встроена защита Denuvo. Эта игра концептуально закручена вокруг кооператива, и хоть постоянный онлайн для неё не обязателен, но, казалось бы, уже этого момента достаточно, чтобы сильно снизить у игроков желание пиратить игру на трекерах. С другими пользователями поиграть в этом случае не выйдет, но для издателя это так себе утешение. Защита от копирования — лишний софт, который повышает нагрузку на систему, а потому Denuvo нередко в худшую сторону влияет на производительность. Однако Warner уверена, что обезопасить проект от лишних скачиваний важнее, чем предоставить покупателям побольше удовольствия. Релиз состоится уже 21 октября. Энтузиасты продолжают выдаивать из Скайрима и его движка всё, что возможно. А возможно многое, в том числе воссоздать на базе творения Bethesda культовую RPG в Empire The Masked Red Bloodlines. Благодаря миграции на новый движок, так называемая в Empire The Masked Redemption получила камеру из-за плеча персонажа, хоть и вид от первого лица тоже есть. Судя по демонстрации геймплея, значительная часть ассетов делается вручную, и воссоздано множество локаций как в прошлом, так и в современности. В том или ином виде реализована боевая система и система навыков. Работают ближний бой, есть огнестрельное оружие, магия, похоже, тоже частично функционирует. Авторы не говорят, каковы перспективы проекта, но неофициальный ремейк продвигается вперёд достаточно быстро. Уж точно быстрее, чем официальный сиквел. Видимо, делать модификацию начали в прошлом году. А это технически именно модификация Скайрима. Чтобы поиграть, надо будет установить Skyrim Special Edition и уже поверх него накатывать Redemption. Никакие другие моды, что удобно, для нормального функционирования не понадобятся. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty в Телеграме. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.